Хлебопреломление. И у меня сегодня немножко необычная тема проповеди, но для начала я зачитаю первый стих, на котором мы будем основываться, или который мы возьмем в основание. Это будет первое послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И тема моей сегодняшней проповеди – признак апокалипсиса. Я не буду говорить о признаках, я не буду хайпиться, как это делают некоторые, рассказывать там, что вот. Изучая Библию внимательно, я заметил, что есть один основной признак того, что придет Христос. И когда я говорю апокалипсис, апокалипсис означает откровение. Просто что наша книга «Откровение на богослово» должна, по идее, называться апокалипсис, я на богослово, и это откровение о последнем времени. И сегодня очень много мы можем слышать, и вы читаете, наверное, что есть определенные признаки, на которых люди аргументируют, что вот придет Христос. И вот тут написано, что вы всякий раз, когда едите хлеб и пьете из чаши, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть доколе наступит последнее время, доколе церковь не будет взятого с земли. То есть доколе, по сути, не наступит этот апокалипсис. И если мы смотрим на войны, если мы смотрим на землетрясение, если мы смотрим на политический строй, если мы смотрим на развитие страны, мы видим, что на протяжении двух тысяч лет такое было всегда только в разных странах. Где-то было лучше, где-то было хуже, где-то было больше свобод, где-то меньше, где-то войны проходили чаще, где-то войны проходили, но их незаметно. Мы всегда говорим о том, что во Второй мировой войне Советский Союз потерял 29 миллионов своих граждан. Но я удивился, что на втором месте после Советского Союза идет Китай, который потерял 20 миллионов своих граждан. Но про то, кто убивал этих китайцев, как они там погибали, какие там сражения происходили, мы не особо углубляемся, потому что оно как-то проходит стороной. И вот, доколе он придет? Во всех этих случаях мы говорим, что это начало болезней. И вот это начало болезней растянулось на две тысячи лет, потому что с момента, когда вознесся Христос, и до сегодняшнего дня и землетрясение происходит, и катаклизмы, и войны, и репрессии, и убийства, и все, что может происходить, оно происходит. Но есть один момент, что когда это происходит, у человека, у которого есть такая возможность, он всегда может где-то укрыться. Если плохо в этой стране, он переезжает в эту страну. Если плохой вот этот президент, избирают нового президента. Если ничего не делает это правительство, ну пробует поменять правительство. То есть происходят какие-то изменения. Но они происходят локально. И у человека всегда есть возможность из худшего куда-то выдвинуться в лучшее. Ну если есть такая возможность. Или просто перетерпеть. Голод, войну, землетрясение, катаклизм. Мы понимаем, что гибнут люди. Но есть те люди, которые это проходят. Мы говорим, человек прошел голодомор. Или человек прошел войну. Или человек пережил наводнение. Это означает, что это произошло на той территории, где он был. Кто-то погиб, а он остался живым. Или он перетерпел. Или он выстоял. Или у него был подвал какой-то. И он выжил. Но каким-то чудом он прошел этот катаклизм. То есть оно было. Да, это было страшно. Да, это было трагично. Но человек пережил. Соответственно, это не есть последнее время. Это есть болезни, предваряющие последнее время. И сегодня многие люди спекулируют на этом. Говорят, что нужно куда-то уехать, убежать, скрыться. Потому что Бог там где-то будет хранить свой избранный народ. Под избранным народом подразумевая меня и моих близких. Все остальные как бы, ну, как получится. Главное, чтобы меня вывели и все было хорошо. Но есть один момент, если читать внимательно книгу Откровения. И читать все вот эти вот про последнее время. Доколе он придет. Мы находим один момент. И этот момент заключается в том, что в последнее время, вот прямо в пришествии прихода Христа, открытия или явления миру Антихриста, люди будут. И есть несколько мест Писания, мы сегодня их будем читать, но люди будут. И вот в последнее время, вот представьте, да, в этой стране плохо, переехал в другую, и там уже хорошо. В этой стране бедно, переехал в другую, и там уже побогаче. Тут президент плохой, переехал в другую, или переизбрали этого, и вроде бы стало лучше. И люди, думая, что локально меняя ситуацию, они поменяют все вокруг. Некоторые верующие даже идут в политику, пробуют стать президентами для того, чтобы изменить страну. Забывая, что даже если это получится, это получится на короткий промежуток времени, потому что потом тебя все равно не переизберут, и все твои законы отменят, наложат вето, и прочее, и прочее, и прочее. То есть рай на земле построить невозможно. До наступления тысячелетнего царства рай на земле построить невозможно. Так в чем суть моего посыла, в чем признак апокалипсиса, в чем признак последнего времени? Это самый страшный, кстати, признак. Потому что если от войны можно убежать, если от голода можно убежать или укрыться, или перетерпеть, наводнение можно выжить, то люди будут испорчены в последнее время везде. Вот это важно. Люди будут испорчены по всему лицу земли. Вот куда денешься от этого? Можно уехать с одной страны в другую, но там кто? Там тоже люди. Можно поменять правительство одно на другое, но там кто? Там тоже люди. Можно поменять церковь, в которой кажется, но тут все со мной конфликтуют, я поменяю другую церковь, но там тоже люди. Понимаете, все в этом мире можно поменять, кроме наличия людей. Разве только вы где-то уедете в незаселенное место, где вообще никаких людей не будет. Но люди будут испорчены повсеместно. Написано, что соберутся на Иерусалим, святой город его, и ополчатся. Кто это сделает? Небесы. Это будут люди. Написано, кто эти обезглавленные за имя Господня? Кто их обезглавил? Люди. Придут, заберут, будут выдавать, будут предавать, будут доносить. Кто это будет делать? Люди. Получается, какую бы страну ты не избрал, какой бы город или какой штат для жизни не избрал, когда наступит последнее время, люди будут испорчены везде. Поймите, для того, чтобы пришел Антихрист, нужно, чтобы сердца людей были подготовлены. Соответственно, люди в большинстве своем, они будут развращены. И сегодня мы будем читать эти места из Писания, что даже люди, вкравшиеся в церковь, они будут такими. То есть люди будут развращены. Но не может прийти Антихрист туда, где рай на земле, где все правительства миролюбивы, где все дарят друг другу цветы, где все исполняют 10 заповедей. Кто изберет Антихриста на правителя? Кто соберется под его знамена, чтобы убивать верных? Кто, мы говорим, примут начертания. Но кто примет начертания? Опять люди. И они будут принимать это начертание добровольно. То есть получается, что когда наступит апокалипсис, это не когда заехал танк в город. Да, возможно, конкретно для меня это уже апокалипсис. Если утонул мой дом, конкретно для меня это конец времен. Если упал столб на меня, не дай бог, то да, все, меня не стало. Но если мы говорим про апокалипсис по лицу всей земли, вот говорят, в Америке будет плохо, уедем в Бразилию. В Бразилии будет плохо, уедем в Аргентину. Но во всех этих странах люди будут все больше и больше портиться в преддверии прихода Антихриста. Поэтому признак того, что мы живем в последнее время, мы говорим, вот, принимают странные законы. Но заметьте, все больше и больше стран принимают странные законы. Это не просто вопрос штата, это не просто вопрос какого-то одного президента. Это вопрос мышления людей. То есть люди воспринимают или принимают за нормальное то, что раньше было грехом, что раньше было болезнью, что раньше было под запретом. Сегодня это все нормально. люди будут. И вот смотрите, 2 Петра 3 глава с 3 по 18 стих. Но, вы скажете, ну хорошо, ты нам рассказал, что по всему лицу земли в преддверии прихода Антихриста люди начнут разлагаться. Давайте назовем это так. Разлагаться. То есть морально, духовно, душевно начнут портиться. Куда убегать верующим? Спросите вы. Ну вот, плохой штат, плохая страна, плохой континент. Куда убегать верующим, чтобы было хорошо? Ответ заключается в том, что если везде будет плохо, то убегать некуда. Я скажу даже больше, Писание не призывает нас никуда убегать. Писание нас призывает на том месте, где мы есть, оставаться светом, оставаться солью, оставаться христианами. Вы скажете, ну так плохо же, законы, наши дети. В преддверии апокалипсиса, в преддверии прихода Антихриста во всех странах, во всех народностях, во всех штатах, людей негодных будет становиться все больше и больше. Это одно из условий, чтобы пришел Антихрист. Для того, что когда он придет, он свои семь лет тут отцарствует. Ему будет дана власть тут отцарствовать. И его люди будут бегать, ловить, наказывать, обезглавливать, ставить начертания и прочее. Это будут делать люди. Это будут делать не духовные существа, летающие, проходящие сквозь стены. Это будут делать соседи, родственники, близкие, знакомые. Мы читаем, что сын предаст отца, что невестка предаст свекровь и прочее. Кто эти? Это люди. Поэтому переехав с одного места в другое, получается, переехал от одних разращенных людей к другим разращенным людям, ничего не поменяется. Так как должен вести себя христианин, если вокруг все разлагается? Поэтому 2 Петра, 3 глава, с 3 по 18 стих. 2 Петра, 3 глава, с 3 по 18 стих. Прежде всего знайте, что в последние дни, и тут Петр не говорит, что начнутся войны, землетрясения, это все начало болезней, и это происходит всю историю человечества, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Но вот он говорит, в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков, которые будут везде. Это важно понимать, что нечестивые человеки будут везде. Одно то, не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит кого? Нас. Почему он не пишет, долготерпит их, безбожников, этих язычников, людей мирских, разложившихся, хотя Петр жил в Римской империи, в империи, по сути, Рим называли тогдашним Вавилоном, это был город разврата, город греха, греческая культура, мифология, там тоже все пропитано грехом и развратом, но он говорит, долготерпит нас. Так не, Господи, так надо долготерпеть их, мы-то уже молодцы, но он говорит, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. «Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» Появляются наглые ругатели, много людей, а Петр спрашивает, какими вам надо быть в святой и благочестивой жизни? Это как? Какая нам разница? Мы убегаем с одного места в другое, переходим с одной церкви в другую, переселяемся с одной местности в другую, по откровению, без откровения, за компанию, неважно. А он говорит, это по всему лицу земли, и земля вся сгорит. 12 стих. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Итак, вы возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, ему слава ныне и в день вечный. Аминь. И вот тут интересно получается, что в последнее время явятся ругатели везде и какими должно быть верующими людьми. Тут интересно написано, какими должно быть святой и благочестивой жизни вам. Времена трудные, времена сложные, времена нестабильные, времена может быть голодные или военные. А Петр спрашивает, какими вам должно быть в святой и благочестивой жизни. Нам-то всегда хочется, это по-человечески правильно, нам всегда хочется быть со своими, нам хочется всегда быть в приличном обществе. Некоторые люди и в церковь потому приходят, потому что тут прилично, все родные, все знакомые, тут все чинно, можно чему-то научиться, комфортно провести время, пообщаться и разойтись. Но христианство это же не только во время добра. Мы совершаем заповедь доколе он придет. То есть мы совершаем ее до последних времен, пока не будет забрана церковь. И мы сегодня спорим, или богословы спорят, когда это будет, до, во время или после восхищения, но суть остается сутью. Вот чтобы, я всегда думаю, что бы поменялось в моей жизни, если бы точно сказали, что Христос придет через пять месяцев. Но если через пять месяцев, ну конечно, первое решение, уволился бы с работы и работал бы над своей душой. А что, если бы сказали, что вот точно, сто процентов, Христос придет через пять лет? Заметьте, я акцентирую внимание на том, что придет Христос, а не придет Антихрист. Когда придет Антихрист, меня не интересует, потому что меня интересует связь с Богом. Так вот, а что было бы, если бы каждому из нас сегодня сказали, что Христос придет через пять лет? А я скажу, что бы было бы. Может быть, первых полгода мы бы волновались, обзвонили друзей, брали бы посты, читали бы больше Библию, пребывали в молитве, исполнялись духом. Шестой месяц, седьмой месяц, восьмой месяц, уже после второго года, ну еще целых три года, там вот ближе к тому времени, я опять начну каяться. Понимаете, мы же забываем, что процесс покаяния или процесс изменения сердца не от меня зависит, а от Бога. Это Константин Великий, его уже парализованного на носилках вносили в воду, потому что он до последнего не хотел принимать водное крещение. Видно, понимание было, пока не принял, можно грешить, вот прямую уже тогда будет нельзя. И дотерпелся, что был парализованным, его внесли в воду и крестили. Так какими надо быть в святой и благочестивой жизни, спрашивает Петр, нам, в трудные времена. Нам от трудных времен хочется убежать, но если по всему лицу земли будут испорченные люди, вы иногда, когда вы путешествуете по штатам, спрашивают, как в том штате, как в том штате, как в том штате. И мы обычно на что смотрим? На качество машин, на качество домов, на климат. Но обратите внимание на людей. Когда вы путешествуете по штатам, обратите внимание на людей. Бомжи там такие же, как и у нас. Беззаконие там такое же, как и у нас. Полиция метается по дорогам так же, как и у нас. Потому что люди неизменны. Во всех штатах, во всех странах, по всему лицу земли. Люди не меняются, и чем ближе к приходу Христа, тем больше они будут портиться. И верующий человек, он должен оставаться святым и благочестивым в этих сложных обстоятельствах. И тут интересно, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Если бы вы все закрыли глаза и надо было поднимать руки, спросить, кто желает пришествия Дня Божия. Вот прям сейчас, вот прям такой, как есть, пришествия Дня Божия. Нам-то ж и заповедь дана для того, чтобы мы это постоянно делали, доколе Он придет. То есть, чтобы постоянно во время хлебопреломления мы проверяли себя. Если придет Христос здесь и сейчас, что со мной? Если я завтра не проснусь, где я буду? Понятно, на похоронах скажут, что был молодец, но где будет моя душа? И вот интересно, что ожидая, постарайтесь быть неоскверненными и непорочными в мире. Опять Петр не говорит, убежите в то место, где все святые. Когда-то был институт монашества, и монахи закрывались в монастырях, но и там не получилось особой святости. Единицы выходили оттуда лучше, чем заходили. «Постарайтесь быть неоскверненными и непорочными в мире», написано. Интересно, это значит, я верующий человек, у меня тут принимаются безбожные законы, у меня президент безбожник, они поголовно почти все такие. Тут вот мэр, губернатор, а ты постарайся быть, ты лично, я, каждый из вас, святым и неоскверненным, непорочным и неоскверненным в мире. Кто из вас выехал из Советского Союза, вы застали, что государство не признавало наличие Бога, но церкви как-то существовали. Но служения были такие, что не протолкнуться. Это смешно в наше время звучит, не протолкнуться. Молодое поколение выросло, оно не знает, что такое служение, не протолкнуться. Это как? Тут за полчаса приходишь, и можно не только протолкнуться, но и лечь на этих пустых лавках. А тогда было не протолкнуться, хотя условий для роста христианства не было. То же самое сегодня в Китае, в мусульманских странах. Условия для роста нет, но они там почему-то есть. Потому что постарайтесь быть неоскверненными, непорочными в мире. «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Это все из того отрывка, что я прочитал. «Берегитесь, чтобы вам не уйти в заблуждение». Потому что сегодня в преддверии прихода Христа, или кто-то ожидает в преддверии прихода Антихриста, появилось много людей, которые хотят увлечь заблуждением. А христианин, он должен стоять твердо. И когда мы собираемся на вечерю Господню, мы отчасти проверяем себя и смотрим друг на друга, потому что мы имеем общение друг с другом, чтобы не увлечься заблуждением беззаконников. Интересно, что «возрастайте в благодати и познании Христа». Заметьте, Петр нигде не говорит, что нам нужно максимально укрыться от беззакония, или как-нибудь разобраться с той властью, которая нас не устраивает. Он говорит, «вы возрастайте в благодати и познании Христа». Так меня же накажут за это. Накажут. Придет время за то, во что вы сейчас верите и так спокойно исповедуете, говорите «Аминь». Придет время, что нас за это накажут. И каждый христианин должен понимать, что придет время, когда просто за майку с христианской надписью, или просто за утверждение, что я христианин или я не христианин, это будет вопрос жизни и смерти. Накажут сто процентов. И Христос говорит, если со мной такое сделали, то что сделают с вами? Поэтому, когда христианин живет в разложении, соль, вы понимаете, соль предохраняет от разложения. Соль не нужна в мешке. Она в мешке нужна для хранения. Но когда нам нужно что-то придать, вкусовые какие-то качества, или сохранить от разложения, или просто засолить, мы с мешка соль достаем и используем по назначению. Христианин это не человек, который свою веру хранит, бережет на хранении таком вечном. Рано или поздно придется сказать или показать, кто ты есть. Мы живем в такое время, что верующие люди стесняются носить одежду с христианскими надписями. То есть одеть можно с чем угодно, только не с христианской надписью. Потому что, дай Бог подумает, что, как сказал мне один брат, это налагает определенную ответственность. Но ты не можешь стоять с надписью «Иисус любит тебя» и с бутылкой водки на кассе в Волмарте. Это налагает ответственность. Или стоять в футболке пастырь и с двумя бутылками водки на кассе. Это налагает ответственность. Ты не можешь этого сделать, потому что человек прочитает и скажет, «Слушай, ничего себе там у вас учение». Второе Тимофею, третья глава. «Знай же, что в последние дни опять наступят времена тяжкие. И снова Павел не говорит ничего ни про землетрясение, ни про наводнение, ни про войны, ни про что. Он говорит, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия». А это оказывается им зачем, если они безбожники? Значит, речь идет не только о безбожниках, если они имеют вид благочестия. Человеку неверующему не надо ни перед кем показываться. Пирсинг у него, не пирсинг, татуировки на глазах, шайбы в ушах, ему все равно. Он реализовывает себя. Зачем ему иметь вид благочестия? Значит, эти люди имеют какое-то отношение к церкви. И вот имея вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. И далее 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Он опять говорит, что, это уже не он опять, Петр говорил до этого, Павел говорит, что люди будут безумные, злые обманщики в любой стране. Еще пока у нас есть уголки или островки, мы говорим, переедем в тот штат, там другие законы. Это пока. Переедем в другую страну, и там будут другие законы. Это пока еще. Потому что в преддверии прихода Антихриста так будет повсеместно. Верующие реально будут, как белые овцы. То есть, вот если все грязнет. Вы знаете, когда наступает мрак, то свечи, фонарики, огоньки, их видно издали. Их видно даже сколько. Их можно попробовать посчитать, когда вот мы говорим мрачное такое вот темно, луны нет, и потом видно звезды. И ты их можешь посчитать, потому что они яркие. В темноте свет видно. Есть один способ или один случай, когда в темноте света не видно. И вы знаете какой. Когда свет не светит или его просто накрывают. То есть, когда свет выключается. Всем темно, и я в темноте. Всем светло. Всегда бы хорошо быть лампочкой в церковном здании. Тут и так много света, и я еще добавляю этого света. А когда темно, и по огонькам вычисляют. По огонькам вычисляют. И вот написано, ну что же делать, если люди такие безумные, глупые, и люди будут самолюбивы, и начинается весь список. Что делать верующему человеку в такой ситуации? Вот мы совершаем заповедь, доколе он придет. И мы как бы ожидаем этого прихода. И знаете в чем суть? Многие люди, или давайте так, часть людей, ожидают прихода Христа, потому что они верят, что Христос восхитит свою церковь до скорби. И если вы верите так, я в принципе тоже так верю, то приход Христа ожидать, конечно, ну, радостно. Эй, гряди Господи. Но, а что если Христос, ну, допустим, я не прав, или богословы утверждающие это не правы, а Христос придет во время скорби или после скорби? Хочу ли я прихода Христа, понимая, что приход Христа будет влечь за собой приход скорби сначала? И вот тут написано, что делать верующим в таком безобразии окружения? А ты пребывай в том, в чем ты научен. Подождите, ну, тут вокруг беззаконники. А ты не делай, как делают беззаконники. Ты пребывай в том, в чем научен. Так, так уже все делают, так показывают, что так уже неправильно. Ты пребывай в том, в чем научен. Так, давайте я перееду в другой город, там может быть церковь побольше, или люди какие-то другие. Ты пребывай в том, в чем научен. Если ты духовно возвращенный христианин, то в любой церкви, в любом городе, в любой стране, имея связь с Богом, ты будешь христианином. Если ты не христианин, то посади тебя в любую грядку, переведи тебя в любую церковь, перевези тебя в любой штат или в любую страну. Ты не прорастешь, потому что ты не имеешь связи с отцом. И вот тут интересно написано, что «да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Где? Если в стенах церкви, ну так в стенах церкви мы все к доброму делу приготовлены. А Писание говорит, вот знаете, «будь». Это, кстати, заканчивается 17 стих 3 главы. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». А глава-то как начинается? «Во времена тяжкие». То есть, во времена тяжкие Божий человек пусть будет ко всякому доброму делу приготовлен. Так времена тяжкие и хочется быть как все, а ты будь тверд в том, в чем ты научен и ко всякому доброму делу приготовлен. Получилось у тебя уехать? Не получилось у тебя уехать? Хватило у тебя денег поменять место жительства? Или не хватило? Были у тебя родственники и ты как бы избежал? Или не было таких родственников? Ты на том месте, где ты есть, будь ко всякому доброму делу приготовлен. Это, кстати, то же самое, что мы сегодня участвуем в заповеди. Мы должны это вспоминать. Что где бы я ни был, куда бы меня ни поселил Господь, я должен быть тверд в том, чему научен и ко всякому доброму делу приготовлен. Но опять, это же невозможно сделать, если Бог не перерождает мое сердце. Потому что мы что говорим? С корабля бегут крысы, да? Корабль тонет и крысы бегут с корабля. Я не знаю, так или нет, я не тонул никогда. Но так, а капитан, вообще-то считается, что капитан корабль покидает последним. То есть вот он уже видел, крысы убежали, пассажиры убежали, команда, кто смог или кто захотел убежал. Он там еще что-то стоит. Скорее всего, утонет вместе с кораблем, но он почему-то стоит. Вот верующий человек, он понимает, что за ним есть Бог, в нем есть Бог, вокруг него есть Бог. И помните, посмотри, тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. Или тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Мы все помним эти стихи. Но как только какая-то большая трудность, сразу опускаются руки, валишься в прах и в пепел. Господи, куда мне выйти, что мне делать? Я переживаю за своих детей. Да если дома детям ничего не передал, то их можно куда угодно переместить, они все равно ничего не возьмут. Знаете, если от нуля отделить ноль, то сколько получит человек? Ноль. То есть если из ничего отрезать одну четвертую, то это будет одна четвертая ничего. То есть нельзя из чего нет, то передать. Поэтому родители, в первую очередь, озабочены тем, чтобы передать что-то детям. А уже потом дети, наученные, идут в общество, идут в мир, который погряз во зле. Потому что мы знаем, что мир погряз во зле. И там они выстоят с Богом или не выстоят. Но перед этим они должны быть научены. Вы думаете, Павел не испытывал этого риска? Посылал Тимофея? Не пойми куда, рукополагать, назначать, учить. Подожди, а вдруг Тимофей возлюбит этот мир? А вдруг Тимофей сделает не тот выбор? И он мог это сделать, но если человек с Богом, то прелести этого мира его не прельщают. Первое послание Иоанна, 2 глава с 18 стиха. Первое послание Иоанна, 2 глава с 18 стиха. Дети, пишет Иоанн. Нам писал Петр, что люди будут, всякие разложившиеся грешники. Нам потом пишет Павел, что люди будут самолюбивы, сластолюбивы. Подождите, что вы, сговорились? А где же войны, катаклизмы? Христос говорит, это все начало болезней. И это такое всегда было. Просто мы о чем-то не знаем. Мы никогда не видели, как это, когда вымирает город в 40 тысяч человек. Просто вымирает город. А вокруг города стоит кольцо, оцепление, чтобы в город никто не вошел, чтобы с города никто не вышел, их никто не лечит, им никто не завозит продукты, им никто не завозит воду. И всякого, кто хочет выйти из города, убивает. Всякого, кто хочет войти в город, убивает. А когда в городе или в селе вымирают все, все это дело сжигают. А это 14 век. Чума, которая выкосила две трети населения Европы. Мы никогда не видели. Нам бы такой ужас показали сегодня по ютубу, по новостям. У нас бы волосы стали дыбом. А такое было. И ужасы еще больше происходили. Чего стоит пирамида из 10 тысяч голов? Тамерлан в свое время дал такое приказание. Пирамида из 10 тысяч голов. Это людей надо было поймать, их надо было обезглавить, эти головы еще красиво сложить, чтобы получилась пирамида. Мы таких ужасов не видели, даже не слышали. А такое было. И вот Иоанн говорит интересное место с 18 стиха, что дети в последнее время. И вот кажется, ну в чем что в последнее время? Наверное, потому что нас римляне оккупировали, а ты вообще сидишь в греческом городе Эфесе. Вот это последнее время. Не можешь вернуться в Иерусалим. А он говорит, в последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист. И мы с вами слышали, что придет Антихрист. Но Иоанн это пишет еще за две тысячи лет до нас. И теперь появилось много Антихристов. То мы и познаем из того, что последнее время. Каких это? С рогами, копытами и драконними крыльями. Ну как это появилось много Антихристов? Мы-то знаем по книге Откровения, что выйдет один зверь страшный, второй зверь, лжепророк, жаба какая-то. И тут он говорит, появилось много Антихристов. Это те же самые люди. То есть, когда я говорю, что люди... Смотрите, Иоанн еврей. Иоанн жил в оккупированной стране. И так получилось, что он по преданию был епископом в Эфесе. Это вообще не Израиль. Это даже не Палестина. Это вообще современная Турция. Он, получается, жил в эмиграции, хотя сам еврей был там епископом. И вот он даже в то время говорит, что, знаете, появилось много Антихристов вокруг. То есть, много людей, которые не принимают Христа. И в чем их Антихриста заключается? Он говорит, мы из этого познаем, что последнее время. Интересно. Иоанн, ты не познаешь из этого последнее время, что без Родины живешь, в изгнании, не пойми, где среди чужих людей? Потому что в Эфесе были греки, грекоязычные люди. Иоанн где-то там говорит, нет, я познаю, что последнее время из того, что люди меняются. А Иоанн, это тот, который пережил, прожил дольше всех. Он видел, ну, или слышал о смерти всех апостолов. И вот он сидит в своем Эфесе, он говорит, я познаю, что уже последнее время. Не потому, что я оккупирован, не потому, что я без Родины, не потому, что я в Иерусалим могу или не могу вернуться, мы не знаем, а потому, что появилось много Антихристов. Ибо, 19 стих, Интересно, помните, в первых двух отрывках, которые я читал, там тоже подразумевается, что это люди, имеющие отношение к христианству. Отдаленные, искаженные, испорченные, заблудившиеся, но не атеисты и атеисты, а именно люди, имеющие отношение к христианству. И вот Иоанн 3, ну, в смысле, не Иоанн 3, а после Петра и Павла, он подтверждает, они вышли от нас. От нас это от кого? Они вышли от нас. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо, если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Кто лжец, если отвергает, что Иисус есть Мессия? Христос означает Мессия. Иоанн жестко говорит, хотя это апостол любви на минуточку, это антихрист, отвергающий и Отца, и Сына. Сегодня можно встречать много людей, тех же иудеев, которые признают Яхвы, но не признают мессианскую миссию Христа, и его мессианский приход. Они говорят, мы Христа не признаем, но мы чтим Отца. А Иоанн говорит, что если вы не признаете мессианство Христа, то вы не чтите Отца, вы лжецы. Как-то неудобно так сказать человеку, ты лжец. Я уже рассказал, как это по-украински, мне потом говорили, не произноси это слово. Лжец, это такое библейское, лжец, вы лжецы. И он говорит, всякий, отвергающий, 23 стих, Сына не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то дай прибудет вас. Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это и написал вам об обольщающих вас. И 29 стих. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Иоанн более детально погружается, говорит, будет в последнее время в апокалипсис этот. Мы входим в эпоху апокалипсиса. Почему? Скоро Третья мировая война. Да ничего Третья мировая война к апокалипсису не привнесет. Потому что любая война заканчивается с большим количеством потерь, с меньшим количеством потерь. Война идет к изменению мироустройства. Может быть, какие-то законы, организации, страны, союзы, альянсы. Но человек в душе остается испорченным. Нам кажется, как могло быть так, что в 914 году начинается Первая мировая война, а в 939-м Вторая мировая, в 41-м Великое Отечественное. Это промежуток в жизнь одного человека. То есть человек успел повоевать на первой, и уже его ребенок воюет на второй. Кажется, как так? Неужели отец дома не рассказывал сыну, какой это ужас? Рассказывал. Но вырастает новое поколение, первое, первое после воевавшего. И то же самое. Потом новое после него, и то же самое. Новое после него, и то же самое. Почему у евреев отец праведник, царь, сын безбожник, внук праведник, праведник безбожник, а иногда отец, сын и внук, все безбожники. Почему так? Потому что каждое новое поколение хочет получить граблями по своему лбу. Ему неинтересно, что у папы аж глаза заплыли, потому что грабли лупят по лбу. Он хочет сам попробовать греха. Он хочет сам туда окунуться. И потому войны происходят постоянно. И вот Иоанн говорит, что они вышли от нас. То есть люди, имеющие, возможно, ходили в воскресную школу, возможно, ходили в молодежь, возможно, слушали проповеди. Они вышли, и они отделяются. И тут написано, а что делать верующим? Знаете, люди не ходят в церковь почему? Я вам скажу, там лицемеры. Что ты не ходишь в церковь? Там лжицы и лицемеры. Я молодец, а все лжицы и лицемеры. Ну, ходи в другую. Там тоже лжицы и лицемеры. Так в третью ходи. Лжицы и лицемеры. Вот если бы дом был дешевле, я бы переехал, а просто в церковь ходить, где лжицы и лицемеры, не хочу. Что делать, если вокруг псевдоверующие? Знаете, вот иногда по психике, морально, по духовному состоянию, что бьет? Ну вот есть свои. Вот особенно, кто пережил гонение в Советском Союзе, вы знаете, есть свои. Вот ты всегда живешь с мыслью, что, допустим, все одевают красный галстук, а я, он, третий, десятый, мы не одеваем. И нас на школу там четверо, или нас на школу восемь. И мы все без галстука. И так, знаешь, ты смотришь, ты не один, и нас там восемь тысячу одело, а восемь не одело. Мы молодцы. Это еще нормально. А представь, представьтесь ситуацию, когда ты приходишь с убеждением, сейчас будет последний звонок, все одевают галстуки там для общей фотографии, а мы восемь не оденем. И ты приходишь, и пятеро из восьми одели. Люди с твоей воскресной школы, люди с твоего молодежного хора, люди с твоей церкви, люди с твоей группы прославления одели. Понимаете, когда есть верующие и неверующие, тогда проще себя как-то позиционировать. А как быть, если они же верующие, но они это сделали, а я? И у человека начинается дилемма, а почему я не могу сделать, как они? Псевдоверующие порой это намного больше соблазна, чем просто неверующие. Ну, увидел ты неверующего человека пьяным, ну, неверующий он, ну, выпил, ну, не дошел, упал, обессилел. А когда ты так увидишь брата или сестру, скажешь, ничего себе, не, я в такую церковь не пойду. Знаете почему? Потому что в церковь идешь не ради Христа. В церковь идешь ради вот этих людей. Есть какие-то авторитеты, есть кто, перед кем хочешь показаться. Псевдоверующие. А Иоанн говорит, они вышли от нас. Они не были наши, они были с нами, но не были наши. И что должен делать христианин в такой ситуации, когда верующие, псевдоверующие, давайте я их буду называть так, чтобы не порочить настоящих верующих, псевдоверующие искажают Писание. Ну, вот что делать, когда псевдоверующие искажают Писание? Наверное, скажете, перестать ходить в церковь, перестать смотреть это все. Лучше не смотреть ничего, чем смотреть заблуждение. Нет, а вот тут ответ. Дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним. То есть, даже если в церкви людей псевдоверующих становится все больше и больше, больше и больше, что должен делать верующий человек? Он должен пребывать во Христе. Не дай Бог, конечно, увидеть такую ситуацию, но если даже на хлебопреломлении ты смотришь, и кто не готов участвовать, сядьте, и весь зал сел, и ты один стоишь. Участвуй. Да, ты в меньшинстве, да, на тебя будут коситься, говорить, о, святоша. Но если у тебя отношение с Богом, ты пребываешь в нем. Участвуй. Даже если все куда-то уклонились и пошли куда-то не туда. У тебя отношение с Богом. Мы живем в такое время, что все кого-то куда-то хотят увлечь, перетянуть на свою сторону, вдавить свое убеждение, свои взгляды. Но ты смотри на Христа. Иоанн говорит, дети, пребывайте в нем. И не важно, куда ты выехал, в джунгли Амазонки, живешь ты в Канаде, в Америке, переехал в центральный штат, демократический или республиканский. Пребывай в нем. Еще раз говорю, если я истину своим детям не передал, то ни в одной школе мира им эту истину не передадут. Почему-то думаются, что есть такие школы, или есть такие правительства, или есть такие добрые мирские люди, которые моим детям расскажут про Христа. Не расскажут. Они расскажут им про мораль, они им расскажут про какие-то ценности, они им расскажут про терпимость, но они им не расскажут про Христа. Почему то, что мы делаем сегодня, понимаем только мы? В смысле, рожденные свыше люди. Но вот почему это понимаем только мы? Почему этому не могут научить в институте, в университете? Вам расскажут, что такое Евхаристия? Назовут это умным словом и расскажут, как это бывает, но они не передадут суть того, что здесь происходит. Верующий человек пребывает во Христе. Иуды, первая глава, ну, она там единственная, Иуды, первая глава, с 17 по 25 стих. «Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Интересно, а что же там предсказали такое апостолы? «Они говорили вам, что в последнее время, опять, появятся ругатели, поступающие по собственным нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, что же мы должны сделать? Максимально от них удалиться, переехать, спрятаться? Нет. А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа, нашего Иисуса Христа, для вечной жизни». И дальше парадоксальное место. «И к одним будьте милостивы к рассмотрениям, с рассмотрением других страхом спасайте, исторгая из огня, обличаясь же со страгом, нарушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью». Я знаю, что кто читает другой перевод, 23 стих звучит в других переводах по-другому, но я не на этом хочу сакцентировать внимание. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему Иисусу Христу, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Так подождите, они отделяющие себя от единства веры, они душевные, не имеющие духа, подающие повод к соблазну. Что мне делать? И вот это интересно, «А вы назидайте, молитесь и ожидайте». Назидайте себя в вере, молитесь духом и ожидайте милости от Господа. Так нет, всех надо... И тут очень интересный момент. «Будьте милостивы, спасайте и обличайте». Это означает, что в трудные времена не думай только о себе. Я знаю, что это непопулярный пример, но я, наверное, его приведу. Я знаю, что в меру надо быть запасливым. Ну, понятно, любой человек, он в меру запаслив. Но я вот думаю, мне просто так спросил человек, я подумал, а что бы я сделал на том месте? Ну, вот представьте, сильный голод в стране, и давайте, сильный голод в городе, и из города никуда выехать нельзя. Все магазины закрыты, из города выйти никуда нельзя, все сидят по своим домам. И у меня есть много запасено. Много на длительное время. А ни у кого на моей улице не запасено. Ну, ладно, на улице. Ни у кого, возможно, в моей церкви не запасено. И вот этический вопрос. Может ли спокойно христианин есть свои консервы за закрытой дверью, если часть людей в его церкви умирает от голода? Вы скажете, если поделиться, тогда не хватит ни мне, ни вам. На два дня дольше проживем все вместе, и там дальше будем, и мы уже голодать. А если не поделиться? И они пухнут, умирают от голода. А у меня, ну, у меня на месяц, на полтора. Мы знаем, что без еды человек больше 40 дней никак не вытянет. Вода, допустим, какая-то есть, без еды никак. А голод усилился. И вот больше 40 дней. И я за закрытой дверью ем свои консервы, а знаю, что люди умирают от голода. Как поступить христианину в такой сложной ситуации? Это этическая ситуация. В Библии не написано раздай свои консервы, а вдруг тебе не хватит. И мы сразу, я уверен, что кто-то сейчас вспомнил притчу про 10 дев и про масло, что те не поделились, сказали, идите сами купляйте. Но там можно было купить. А я говорю, что если все закрыто, только есть у меня в подвале, и ни у кого больше нет. Какой вкус будет у этих консерв? А это этический вопрос. И с этим этическим вопросом люди сталкивались на протяжении развития всей церкви. Так вот, когда сложно, вы думайте не только о себе, говорит Иуда. Это уже четвертый апостол, который говорит о том, что люди будут. Сложность времен будет, что, о чем предупреждали вас апостолы, что люди будут, отделяющие от единства веры. веры. Наши, не наши, душевные, не имеющие духа, лжецы, обманщики. Дело будет в людях. Нам сегодня, мне кажется, что если мы одного президента, дедушку поменяем, на другого президента, дедушку, будет рай. Да не будет рая. Если человек не родится свыше, рая не будет. Да, можно жить лучше, или можно жить хуже, в плане материального. Но христианство, это продуховность. Даже не продушевность, продуховность. Можно иметь все, и пойти в ад, можно не иметь ничего, и быть с Господом. Вы знаете, признак апокалипсиса, это именно люди. Я вас призываю, когда вы будете где-то путешествовать, или на отдых будете ехать, или куда-то будете ехать, обратите внимание не на маркет, не на дома, не на машины, не на качество магазинов, не на климат даже. Обратите внимание на людей. И вы увидите, что они везде одинаковые. И вы увидите, что вы увидите эти однополые пары, вы увидите эти майки с радугой, вы увидите эти надписи, вы увидите и услышите, как люди, ходя по улицам, разговаривают сами с собой, кого-то отгоняют ногой. Они везде одинаковые, потому что грех на человека действует одинаково. Его задача украсть, убить и погубить. И верующий человек, если он в себе ничего не имеет, а мы сегодня говорим, вот мы читали, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашусью, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Я вам скажу так, не важно, когда придет Христос, до скорби, во время или после. Я хочу, чтобы он пришел. Я верю, что это желание каждого искренне верующего человека. По плоти, да, может быть, хочется еще пожить, может, хочется увидеть внуков, правнуков, до седьмого колена и прочее, но, чтобы он пришел, и чтобы, когда он придет, каждый из нас тут сидящий были достойны. Для того нам и дана эта заповедь, что мы каждый раз внутри себя испытываем свою совесть, в каком я положении сегодня перед Господом. Не вчера, не каким я буду завтра, а каким я пришел перед ним сегодня. И нужно понимать, что вокруг люди будут все больше и больше развращаться. И все больше и больше на белое будут говорить черное. Знаете, как у нас один говорил, если я сказал алюминий, ты не имеешь права сказать чугуней. То есть, все будут говорить одинаково, но если мы имеем общение с Богом, мы будем другими. И за это будем другими, возможно, придется платить цену. И мы, как верующие христиане, живущие на этой земле, мы подготовляем себя к тому, чтобы можно было заплатить эту цену. Вы никогда не думали, почему во время гонений церкви пустеют, во время благодати они наполняются? Потому что сейчас христианство почти ничего не стоит. Рассуждая с другом, я вот думаю, если бы за поход в церковь, ну, приняли бы такой закон, если бы за поход в церковь брали 100 долларов за воскресенье. Ну, вот стоит полицай, и на входе ты заходишь, и он 100 долларов заходишь, не платишь 100 долларов, не идешь. Сколько бы людей, не потому, чтобы у них не было 100 долларов, сколько бы людей остались дома и просто бы смотрели служение онлайн. Потому что христианство ничего не стоит сегодня. Сегодня все делается для человека, сегодня делается все ради человека, забывая, что вообще-то в центре должен стоять Христос. Какую цену я готов заплатить, чтобы прийти в Дом Божий? Какую цену я готов заплатить, чтобы быть в служении, чтобы духовно расти, чтобы как-то духовно развиваться, и чтобы когда, лежа на смертном адре, если такое кому-то повезет, потому что иногда смерть приходит внезапно, человек был уверен в своем спасении, чтобы он мог дать благословение, чтобы он мог наставить, чтобы он мог передать то, что помогло ему жить. Понимаете, передача веры это не передача учения, это не так, как таблица умножения, это передача образа жизни в сложных или несложных ситуациях. То есть, когда человек уходит, он передает следующему поколению, или своим детям, или своим внукам, или старшей по служению, он передает способ, как он жил в тех или иных обстоятельствах. Пусть нас Господь благословит, чтобы каждый раз, когда мы едим хлеб и пьем из чаши, мы это делали, доколе он придет, но мы должны знать, что приход Христа будет ознаменован разложением человека. Не страны, не государства, не общества, не катаклизмами, а именно разложением человека. Вы думаете, просто так за стакан воды будет, кто даст стакан воды пророку, не потеряет, получит награду, или не потеряет награду во имя пророка. Вы думаете, это так легко? Если даже стакан воды никто не даст в гонениях, вы представьте, какой ужас и мрак будет твориться. И кто этот ужас и мрак будет творить? Люди. Поэтому пусть нас Бог благословит, пока мы так комфортно, спокойно, благоговейно сидим на своих местах, чтобы мы подготавливали свое сердце. Всегда помнить, что где бы мы не были, с кем бы мы не были, в какой бы мы стране не жили, при каких бы законах или при каком президенте, тот, кто в нас, больше, сильнее того, кто в мире. Аминь. Молимся. Субтитры создавал DimaTorzok